Вы восстанавливаетесь между концертом? Ну, в первую очередь, мне нужно действительно отдохнуть, просто полежать. Я после концерта всегда перевозбуждена, потому что это накал эмоций. Вы сегодня это увидели и почувствовали. И, конечно, я не могу просто прийти и уснуть, даже когда слишком устала. Мне нужно немножко успокоиться. В идеале это принять душ или ванну. Иногда я зависаю в Инстаграме, когда смотрю отчеты или какие-то, не знаю, только когда отметочки людей, которые были на концерте. Это тоже немножко чуть-чуть успокаивает, отвлекает. Ну, а вообще самое главное после концерта это поспать, даже не поесть. После концертов я, кстати, не ем. Спасибо. Собираетесь ли куда-то отдыхать летом или все, лето расписано? Ну, у меня так получилось, что в июне как раз у меня было свободное время немного, и я в июне уже отдохнула, так что теперь арбайтен. Что должно быть в вашем чемодане всегда, без чего не улететь? На самом деле у меня должно быть всегда паспорт и карточка и телефон. Все остальное можно купить, дослать, привезти. И у меня были такие ситуации, когда я оказывалась в отпуске без багажа, поэтому вообще для меня это не имеет никакого значения. Главное настроение и компания. Сколько же времени занимают ваши сборы? Сборы занимают в среднем, если в недлинные поездки я одна еду, то это в среднем полчаса. Если это семейные сборы и на более долгий срок, ну, часа, наверное, три. Но я могу сказать, что я могу дать мастер-класс по упаковке чемоданов. Ваша старшая дочка Соня уже очень взрослая, она пробовала себя в качестве модели. Планирует ли продолжать? Ну, на данный момент Сонечка уже закончила high school, это называется в Америке, так как она в Америке заканчивала школу. И она поступила сейчас в университет и на фильммейкинг, это называется, кинопроизводство. Ей это интересно. Я поддерживаю ее в ее выборе, но я думаю, что со временем она будет четче понимать, чего она хочет. Спасибо. С младшей Сарой у них хорошие отношения? Как решается детский конфликт? У них странные отношения, потому что Соня взрослая, слишком самостоятельная, Сара еще ребеночек, и Соня уже не хочет нянчиться ни с кем. Мне кажется, что она хочет быть взрослой, независимой. Поэтому мне кажется, что вот в данном, может быть, когда они подрастут, знаете, это чуть-чуть нивелируется, даже у нас с сестрами так было. Но пока, да, у вас точно так же. Я думаю, что родители, у которых есть дети с большой разницей в возрасте, сейчас меня поймут. Чему вас научили дети? Они меня всему учат каждый день. Самое главное, это безусловной любви, принятию и искренности. Спасибо. Как отношения у них выстроились с Константином? Прекрасные отношения. Вообще, в принципе, у нас в семье у всех взрослых и у детей шикарные отношения. Нам для нас это очень важно. Прям вот для всей семьи это важно. Поэтому если у нас какие-то возникают какие-то недоговорки или какие-то вопросы, мы всегда всей семьей прилагаем усилия, чтобы это решить. Удается ли столько времени общаться с детьми, сколько бы хотелось? Ну, конечно, нет. Мне кажется, что никому не удается. Разве что сесть дома, сидеть, ничего не делать. Но мне кажется, все равно домашние дела тоже не позволяют все время быть с детьми. У вас были или есть домашние животные? Да, у нас есть собака Бишон Фризе. Зовут ее Дейзи. Белая, кучерявая, пушистая. Просто наше счастье. Как вы считаете, в доме, где есть дети, насколько нужны животные? Верите ли в то, что они могут спровоцировать развитие аллергии? Я обожаю животных. И нас 4 сестры, четверо детей было в семье. У нас всю жизнь были какие-то животные, крысы, белки, хомяки, кошки. Афганская борзая была, овчарки. В общем, у нас кого только и не было. И, конечно, когда у меня дети начали просить собаку, я сначала включила строгую маму. Но потом, конечно, я сжалилась и первую собаку я подарила Соне на 10 лет. Но ее, видимо, то ли украли, то ли она как-то заблудилась. И потом дети начали снова плакать, захотели вторую собаку. И, в общем, на 15 лет подарила уже Соне собаку. Здравствуйте! Вы интересны ли творческими планами? Ой, творческие планы. Вообще у меня будет очень яркая осень. Много проектов я готовлю. Я не могу вообще ни о чем говорить. Но я уверена, что я порадую. Я порадую. Все. Не расскажу, да. Все, секреты. Все, спасибо большое. Все, всех люблю. Пока.